Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Первом Соборном Послании Святого Апостола Петра. Сегодня мы с вами читаем вторую главу. «И так, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как и новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Апостол сравнивает новообращенных христиан с младенцами. Младенцы питаются молоком, то есть питаются Словом Божиим. И мы слышали это выражение, что есть пища для души, есть пища для ума, и пища эта бывает, конечно, очень разная. Мы можем питаться самыми разными источниками, мы можем питаться чем-то бесполезным или даже ядовитым. И вокруг нас очень много этого всего. Интернет сделал самые разные виды информации совершенно доступной. И апостол говорит, что мы должны возлюбить чистое словесное молоко. Мы должны следить за тем, чем мы питаемся. Как сейчас многие люди говорят о здоровом питании, а то, что бывает очень нездоровая пища, она может казаться очень привлекательной, очень вкусной, очень насыщающей, но на самом деле она губит наше здоровье, и поэтому нужно внимательно смотреть за тем, чем мы питаемся. И в духовном отношении мы также должны возлюбить чистое словесное молоко, то есть Слово Божие, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, богоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. И так он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, на который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Один из образов, который Писание использует, говоря о Христе и о Боге, это камень. Кстати, вот этот образ камня, он используется и по отношению ко Христу, и по отношению к Богу. Мы видим, что образ Христа и Бога, он сливается. Когда мы говорим «Христос Бог наш», мы это делаем в полном согласии с Писанием. Камень краеугольный, на котором строится вся постройка. «Христиане живут в мире, и тогда жили в мире, где они были окружены неверием. Они были окружены язычниками, которые смеялись над верой в распятого Мессию. Также были иудеи, которые тоже его отвергали. И они были таким не очень популярным меньшинством. Большинство людей не верили в Иисуса. И христианам могло казаться, что стоит ли нам придерживаться такой непопулярной веры. И апостол Петр указывает на пророчество о том, что, да, камень будет отвержен. Вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный драгоценный, верующий в него не постыдится. Камень, который отвергли строители, именно он и лег во главу угла. Мы должны понимать, что мир находится в состоянии мятежа, в состоянии противления Богу. И поэтому Христос остается отверженным этим миром. В этом мире Христа распяли. И поэтому мы не должны смотреть на этот мир, мы не должны им руководствоваться. Мы должны взирать на Слово Божие. Он для нас верующих драгоценность, для неверующих камень, который отвергли строители. Камень, от которого они притыкаются, то есть спотыкаются, не покоряясь Слову. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Апостол объясняет христианам, объясняет всем нам, кто мы такие. Он делает это по-разному, он делает это в разных выражениях, но здесь он говорит «мы, род, избранный», мы избраны Богом. И в современном русском языке слово «избранный» может носить такой немножко снобистский оттенок. Мы избранные, и это значит, что мы смотрим на всех остальных свысока. В Библии, конечно, это не так. Избранный – это значит, Бог нас избрал и приблизил. На нас возложена какая-то особенная миссия в этом мире. Царственное священство. Люди, которые возносят молитвы Богу от лица мира, от лица других людей, в этом отношении являются священством. Конечно же, в церкви с самого начала присутствует священство, то есть люди особым образом рукоположенные на то, чтобы совершать евхаристию, на то, чтобы пасти церковь. Но в каком-то важном отношении мы все являемся царственным священством, поскольку мы все приносим Богу жертвы, мы все, как миряне, участвуем в совершении евхаристии, мы все возносим Богу молитвы. В этом отношении мы священство. Народ святой. Речь здесь не идет. Надо понимать, что слово «святой» в Библии означает «принадлежащий Богу». То есть не значит, что все христиане, мы все обладаем нравственным совершенством. Это, увы, не так. Кто-то из нас обладает нравственным совершенством, кто-то нет. Мы святые в том плане, что мы принадлежим Богу. Мы его народ. Люди, взятые в удел. Мы приняты Богом в его удел. Мы обладаем совершенно особенными, уникальными отношениями с Богом. «Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы, в чудный свой свет». У нас есть миссия – возвещать совершенство. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Апостол говорит, что мы не были народом. То есть, конечно, мы принадлежали к различным народам. Конечно, по происхождению мы принадлежали к различным племенам. Но мы не были Божьим народом. Мы были отчуждены от Бога. Но теперь мы народ Божий. Теперь мы принадлежим Богу. Некогда не помилованы, а теперь помилованы. И бывает сложно это переварить, бывает сложно это воспринять. Действительно, принадлежу ли лично я к избранному роду, царственному священству, народу святому? Могу ли я так дерзновенно сказать это о себе? О себе я не мог бы этого говорить. Но это говорит апостол. Апостол говорит о всех нас, о каждом из нас конкретно, что мы принадлежим к роду избранному, царственному священству и народу святому. Церковь Божия, есть род избранный, царственное священство, народ святой, мы к нему принадлежим. Такова наша идентичность, мы должны просто ее осознать. Мы должны понимать, кто мы такие. И далее апостол говорит, что из этого осознания того, кто мы такие, мы должны действовать, мы должны проводить нашу жизнь, сознавая, кто мы такие. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Мы пришельцы и странники в том отношении, что мы граждане небесного Иерусалима, мы граждане неба. Здесь, в этом мире, мы являемся в определенном смысле чужаками, мы здесь пришельцы и странники. И мы должны удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, то есть речь здесь идет о желаниях нашей падшей природы, о самых разных, об восстолюбии, об алчности, о гордыне, о всем том, что относится к нашей падшей греховной природе. И мы должны удаляться от них и провождать добродетельную жизнь между язычниками. Язычники злословили христиан и клеветали на них, и христиане должны показать своим поведением, что эта клевета ложная, что это не имеет никаких оснований. Сейчас мы живем в мире, где церковь тоже злословит, где любое недостойное или просто спорное, какое-то сомнительное поведение христианина, оно тут же становится предметом обсуждения в социальных сетях. И это налагает на нас особенную ответственность за наше поведение, потому что христиане призваны творить добрые дела, чтобы это было для всех очевидно, и чтобы язычники, неверующие люди были этим... Их клевета была таким образом остановлена. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Апостол говорит здесь об отношении к гражданским властям, и, как в полном согласии с апостолом Павлом, он говорит, что мы должны быть покорны всякому человеческому начальству, и мы это делаем для Господа. То есть это угодно Богу, чтобы мы были лояльными, законопослушными гражданами. То есть апостол живет со своей паствой в Римской империи, Римская империя является на тот момент однозначно языческой, и она является далеко не идеальным государством. В Римской империи происходит много зла и беззакония, и злоупотребление властью. Но апостол говорит, что христиане должны покоряться власти и повиноваться правителям, которые назначены царем, то есть, видимо, римским императором. Мы должны делать добро всем людям. В частности, это необходимо, чтобы заграждать уста невежества безумных людей. Ну, очевидно, речь идет о клеветниках, которые говорят о том, что христиане плохие граждане, что христиане люди не лояльные по отношению к государству, потому что у христиан же есть другой царь. У них и Иисус есть царь, и поэтому они не могут быть лояльными, подданными кесаря, и их надо за это преследовать. И вот апостол говорит, нет, мы должны быть образцовыми гражданами нашего земного отечества, мы должны исполнять добросовестно все наши гражданские обязанности, и мы должны таким образом показывать неосновательность той клеветы, которую на нас возводят. Всех почитайте, братство любите, бога бойтесь, царя чтите. То есть апостолы заповедуют нам чтить царя или соответствующего правителя, как бы он там ни назывался при соответствующей форме правления. Христиане это лояльные, добросовестные, законопослушные граждане, которые не имеют никакого отношения к мятежу. Конечно, возможно ситуация, когда власти принуждают христианина к чему-то явно противному совести, к нарушению заповедей божьих, и в этой ситуации возможно гражданское неповиновение, это как написано у нас в основах социальной концепции русской православной церкви, но при этом невозможен мятеж. Вот какое-то конкретное повеление, которое богопротивно, его христианин может не исполнить, но при этом он продолжает платить налоги и исполнять все остальные повеления власти. Как это и делали христиане в античном мире, когда они сталкивались с гонениями, они не исполняли требования поклоняться идолам, но они и не думали устраивать мятеж против власти, и во всех остальных отношениях ей повиновались. И всегда искали мира со всеми, в том числе мира с гражданскими властями. Во всех остальных случаях, когда нас не принуждают прямо к совершению чего-то богопротивного, мы обязаны повиноваться гражданской власти. Далее апостол продолжает. Слухи со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лезть в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его мы исцелились. Ибо вы были как овцы, буждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю-блестителю душ ваших. Человек, оказавшийся в христиане, который находится в подчинении, у которого есть начальство, что он должен делать? Он должен со страхом повиноваться господам, то есть с почтением повиноваться господам, не только добрым и кротким, но и суровым. То есть, оказавшись на своем месте в социальной герархии, христианин должен добросовестнейшим образом исполнять свои обязанности. Христианин, еще раз, это не мятежник ни в каком отношении, он не мятежник против государственной власти, он не мятежник против власти там, где он работает, например, где над ним есть какое-то начальство. И мятеж себя всегда оправдывает тем, что начальство плохое. И апостол, как бы предвидя это возражение, он говорит не только добрым и кротким, но и суровым. Даже если начальство плохое, несправедливое, то следует вести себя с кротостью, как христианин, поскольку человек, который кротко переносит несправедливость, он получает тем более большую награду от Бога, поскольку в этом отношении он следует по стопам Христа, который несправедливо пострадал и терпел различные несправедливые нападки, и в конце концов был несправедливо убит. Он не сделал никакого греха и не было лезть и в устах его, будучи злослоем, он не злослоем взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Подобно тому, как Христос не вел себя агрессивно, не реагировал на несправедливость других людей, стремясь причинить несправедливость им, христиане должны также сносить несправедливость по отношению к ним, не проявляя агрессии. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Христос взял наши грехи и вознес их телом своим на древо. В этом средоточие послания апостолов, то, что Христос умер за наши грехи. Как Христос отреагировал на наши грехи? Воздал ли он нам за наши грехи? Отомстил ли он нам за наши грехи? Нет. Он сделал нечто прямо противоположное. Он принял наши грехи на себя, чтобы нас избавить от них. Реакция Христа на несправедливое отношение с нашей стороны. Мы не исполнили наших обязательств по отношению к Богу. Мы тяжко оскорбили Бога своими грехами. Мы предавались противлению, мы предавались злословию, мы знать не желали его заповедей. Мы, безусловно, заслужили осуждение. Но Христос действует иначе, он не воздает нам за наши грехи, но, напротив, он принимает их на себя. И в этом отношении Христос показывает нам пример отношения к другим людям. Мы не должны пытаться воздать другим людям по справедливости, или, как нам кажется, справедливостью, за их несправедливости, за их проступки по отношению к нам. Мы должны понести их на себе в том плане, что потерпеть это их поведение, не пытаться за него как-то отомстить. Конечно, мы можем пытаться как-то влиять на поведение других людей, должны, но не с точки зрения попыток мести, которая нам, безусловно, запрещена, но что мы можем сделать для этих людей, как мы можем помочь их спасению. Ибо вы были, как овцы, буждающие, не имея пастря, но возвратились ныне к пастрю-блестителю душ ваших. Раньше без Бога, без веры мы буждали, мы были, совратились каждый на свою дорогу, но теперь мы возвратились к пастрю-блестителю, и мы призваны повиноваться ему с полным доверием. Мы с вами читали вторую главу первого соборного послания святого апостола Петра, и мы делаем это в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Субтитры создавал DimaTorzok